В ответ на подписанный президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой акт Магнитского Государственная Дума и президент России Путин приняли целый пакет законов антимагнитского содержания И нет, чтобы перестать ездить в Соединенные Штаты Америки Но наша Государственная Дума решила запретить американцам усыновлять российских детей-сирот Сегодня, 13 января 2013 года, российское общество решило ответить российской власти Кремль, уподобившись террористам, уличенным в преступлениях и загнанным в угол Выставил вперед себя детей-сирот в качестве заложников Налицо абсолютное моральное падение власть придержащих К тому же имеющих весьма сомнительное право на эту самую власть Гражданское общество ответило многотысячным маршем 13 января Накануне выйти на улицы Москвы в защиту детей и за распуск нелегитимной Госдумы Призвали те, кого можно назвать безусловным авторитетом Эльдар Рязанов, Лия Хиджакова, Татьяна Догилева и другие Душа народа возмутилась бесчеловечностью путинских упырей Наворовавших и теперь наказывающих самых беззащитных Депутаты от Единой России, в частности господин Исаев Утверждает, что сегодня в Москве сюда на площадь выйдут люди, которые являются где-то торговцами Что вы ему ответите? Ой, я бы три слова сказал депутату Исаеву Пошел ты на хуй Ну, Саша, ну что можно сказать? Ну, это человек, который, так сказать, при всех своих, так сказать, прошлых заслугах Известен, как, так сказать, подпевала любой, так сказать, власть И вспомнить, как он был, выходил на какие-то манифестации против Ельцина Теперь он за Путина Такое, такое насекомое Это, ну, вообще личность почти не существующая Поэтому говорить о нем бессмысленно То, что он называет нас деторговцами Деторговцами, это, ну, это просто, ну, это хамство Это хамство такое же, как Путина предложила Анджелии Нжоли выйти замуж за Брэда Питта И, так сказать, сплясать на Красной площади Бесчеловечность, которая насаждается у нас так активно и прививается Уже не знаю, почему это происходит Но это вещь исключительно опасная Лежачих не бьет, как говорится, понимаете? Здесь уже красивые слова о патриотизме, о торговле Ну, это профанация Потому что, если дети нуждаются в любви и заботе А на них не хватает семей из России Как это было прежде Только это было условием для усыновления зарубежными гражданами В частности, американцами То как можно делать выбор под предлогом патриотизма Или, не знаю, наших детей не отдадим Как можно делать выбор против усыновления кем-либо то ни было Не говоря о насаждении антиамериканизма Простите, там такие же люди, как здесь живут Люди, которые живут в Европе, в Америке Протягивают руки нашим детям моментально То, что происходит у нас за гранью добра и зла Честно вам скажу Я думаю, что не Владимир Владимирович Путин Не Дмитрий Анатольевич Медведев Павел Астахов Я вообще в потрясении Я с ним работала на Сити-ФМ на протяжении шести лет И я не могу представить, что человек, который является омбудсменом Мог согласиться на такой закон Опять же, по-человечески хотя бы Который не заявил открыто, что он с этим не согласен Потому что люди, которые ездят по России И видят, что происходит в детских домах Ну, если могут шевелиться волосы на голове Они шевелятся Эти дети обречены Закон не то, что людоедский Это какое-то, ну знаете, мягкое название Он фашистский Чудны дела твои, господи Еще недавно про кремлевский политолог Глеб Павловский А ныне уже оторванный от кремлевской титьки Тем не менее, пришел сегодня на марш Сейчас мы попробуем взять у него интервью Вы довольно-таки долго работали как бы в пуле Кремля Скажите, там еще остались мозги? Или они там все с ума посходили? Ну, сегодня очевидно, что там люди сходят с ума Как именно они сходят с ума Это интересно для специалистов Для меня тоже как специалиста Но вряд ли имеет смысл это обсуждать Это долгая клиническая история А каким образом их можно вернуть обратно в УМ? Я не уверен в том, что это возможно Но вообще бывает состояние ремиссии Официальные СМИ, привыкшие лгать по указке из Кремля Оценили количество демонстрантов в 8,5 тысяч человек Но даже без подсчета ясно, что пришло в 10 раз больше Даже полицейские еще у рамок признались Народу перевалило за 100 тысяч Кто сказал, что в середине января народ впадает в гражданскую спячку? За моей спиной волнуется по-настоящему людское море А единороссовской субстанции господину Исаеву Остается только пожелать запомнить лицо каждого гражданина, пришедшего на марш Если американский конгресс, приняв закон Магнитского Выступил против чиновников, нарушающих права человека в России То эти власти бесчеловечные борются не с кем-нибудь, а с детьми Это ж, понимаете, мне трудно себе представить Государство, которое бы могло вот таким образом, просто бесчеловечно, бороться с детьми Если не мы, то кто же? Это первое, в первую очередь Во-вторых, когда в нашей стране власть возглавляют подлецы То мы не могли и промолчать, и должны были выйти вместе со всеми А у вас дети есть? Есть, и внучки Люди все шли и шли, и не было конца и края этому бесконечному потоку Этих людей вывели на улицу не лукавые политики, а такие же, как они, граждане Которым надоел бесчеловечный режим до такой степени, что терпеть больше невозможно Гражданские колонны соединяются у здания Лукойла И это, наверное, символично Наша нефтелюбивая власть окончательно поссорилась с гражданским обществом Я склонна считать, что на самом деле можно было бы работать над системой усыновления Вместо того, чтобы принимать такие сейчас тяжелые решения И особенно тех детей, которые уже знакомы со своими усыновляющими семьями Не отпустить Это ужасно Нет слов на подлость наших государственных думцев, которые называют себя нашим правительством Может быть, все-таки скажете им сейчас, подберете слова? Вот прямо в камеру, они вас увидят Что я могу сказать? Могу предложить им распуститься Посмотрите, сколько людей пришло выразить Радио России только что сказали 4000 Ну, сами видите, что это наглая ложь Людей гораздо больше Потому что посещая футбольные матчи, у меня есть хороший глазомер И я знаю, что сейчас ситуация порядка 50 точно И тем не менее, для депутатов Самораспуститься, еще что? Мразь должна знать свое место Конфликт между Кремлем и обществом нарастает Если в 2012 году можно было говорить о трещине То теперь между людьми и властью зияет настоящая пропасть Социальная, моральная, да какая угодно Именно с таких гражданских маршей обычно и начинается революция Которой так любят пугать останкинские пропагандисты Любое коллективное действие очень важно Это постепенно происходит процесс накопления Вот мне кажется, что процесс накопления критической массы Которая требует перевыборов, перемены, смены режима В Москве, по-моему, уже примерно достигнут Дальше должно покатиться по России Поэтому это всегда любое коллективное действие очень важно Сейчас мы эти портреты будем бросать в контейнер Вот, наверное, там самое место Там мы испытаем настоящие эмоции Точно такие же, которые испытывали наши деды Когда бросали стандарты Побежденные гитлеровские Дети ничто Деньги все для проворовавшихся чиновников Засевших в высоких кабинетах в России Сегодняшний гражданский марш в защиту детей За распуск Госдумы Собравший несколько десятков тысяч человек Напомнил нашему чиновничеству Не смейте вмешивать детей в политику Это грязно, низко и подло Саша Сотник, Дмитрий Мелехин Политвестник ТВ